В нынешнее сложное время мемориал, посвященный славному подвигу, да еще по боевому виду спорта, имеет особое значение. Турнир традиционный и также традиционно накануне старта состоялась церемония возложения цветов к памятнику Прохоренко. Участники и гости соревнований отдали дань уважения нашему земляку, погибшему при выполнении боевой задачи. Александр для нас пример мужества, пример стойкости, пример несгибаемой воли. Человек, который перед лицом смерти не отступил от своих убеждений, от своих взглядов и до конца остался с Родиной. Я очень впечатлена тем, насколько на высоком уровне идет подготовка к турниру. И мы всегда поддерживаем такие инициативы, как проведение турнира в памяти героев России. И то, что сегодня в пятницу перед турниром мы собрались здесь на возложение цветов, это очень ценно. И очень важно для молодого поколения видеть, какие у них есть соотечественники, и какими подвигами они запомнятся нашему народу. Прохоренковский турнир, начинавшийся как открытый городской, с каждым годом рос количественно и качественно. От 200 участников в дебютных соревнованиях до тысячи в предстоящих. Сегодня в Оренбург съезжаются каратисты из двух десятков регионов страны. География от Петербурга до Хабаровска. Хозяева гостеприимны только в приеме гостей. В самих поединках обещают борьбу. Традиционные фавориты, во-первых, Оренбургская область. Есть у нас подрастающее поколение, 12-13, 14-15 лет с региона, с области спортсмена. На них надежду возлагаем. Наши основные надежды связаны с чемпионом страны Никитой Минаевым. Он в боевой форме. На недавнем турнире в Екатеринбурге попал в призы. Сейчас настроен только на первое место. На домашних соревнованиях только золото надо. Главные соперники с Казани, с Самарской области. Мы их уже знаем, не первый раз сбились. Подготавливаемся. Турнир пройдет в СКК Оренбуржья, где на Большой арене уложено пять татами. В субботу соревнования начнутся с раннего утра. Торжественное открытие в 17 часов. Анатолий Юденич, Семен Воробьев. Новости дня.